Жизин на льду, не получилось у него выступить на том уровне, который ему отдавали публика и специалисты на европейском первенстве. Огромное количество четвертых мест у этого фигуриста и никак он не дойдет до подиума. На чемпионате мира забраться на подиум ему будет гораздо сложнее, чем на Европе. Все-таки тут и Чан, и много азиатских фигуристов, и остальные тоже сдавать свои позиции не собираются. Те европейцы, которые его обыгрывали на континентальном чемпионате. Но все равно он очень интересный фигурист и способен на многое. В его рационе есть четверной прыжок. Еще бы программу менял почаще. Три с половиной акса. Трайный флип, трайный тулу. Таким пролетом. Четверной сальто! Так, вот это сильно! Вот это интересно! Поставить не первым прыжком четверной в короткое, это определенный риск. И справился с ним, причем на очень высоком уровне. Вот это интересно! И плюсуют, как хорошо ему арбитры! Да! Он только за прыжковую часть уже набирает 30... 30... 30... С копейками! С копейками, да! Вот это здорово! Вот сейчас будет интересно, что им поставят в итоге. Даже не с копейками, там 32 в итоге получается с копейками. 32 с половиной за прыжковую часть получает пиху в жезель. Теперь только сохранить, не разбазарить вот эти вот преимущества. Терпи. Четвертый уровень. Четвертый уровень, брат, за вращение. Терпи. Дорожка четвертого уровня. Наверное, будет лучший прокат в его вообще карьере. Отличное выступление Михаил Жизина. И четвертый уровень ставит ему из-за вращения финальное, которое поставило точку в этой короткой программе. Сейчас будем ждать...